Сегодня продолжаем цирку лекций бесед на встречу в юбилею филармонии. Это вторая лекция беседы. Первая состоялась 12 марта, в этом зале называлась она «Я хочу рассказать вам». И сегодняшняя лекция концерта будет также называться «Я хочу рассказать вам» о работе филармонии, о незабытии и так далее. Об этом ему все поведает лейтенант символического оркестры, Валентий Тихонов. Но вначале мне еще хочется сказать о том, что после концерта, первого концерта, 13 марта, была такая хорошая, теплая атмосфера, и так все интересно прошло, что возникло желание продолжить вот такой вот момент и собрать людей под единым таким названием. Идея такая – «Клуб любителей филармонии». Мы начали уже эту работу. Часть слушателей, которые были в этом вечере, выразили свое желание, дамы, приходить, написав свои фамилии, телефоны, для того, чтобы мы приглашали на последующие лекции. Я приглашаю вас сделать это после сегодняшнего концерта, внизу, 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 сночки. И вы это, пожалуйста, сделаете. Потому что не кончается, у нас пойдет еще, еще, еще различные тематические вечера, очень интересные, и мы рады будем говорить уже о вас, как о больших поклонниках нашей музыкальной группы в городе Рибборс. Это замечательно. Эта идея пришла Марина Николаевна Токасова, директор этой программы. Все горячо поддержали ее. У нас сразу противостояние, мы все поддержали. И действительно, у нас тут есть. Ну, баба, подбери, у авторов, то все надо, это предложение. Ну вот, а теперь я приглашаю на сцену Валентина Кирзова, пеночалиста, который провел в своем море очень много лет, со дня ее основания. Он очень знает много интересных событий и жизни, как детство и жили с мусками, и жизнь в городе Рибборс, и обо всем этом расскажет Павлович. Итак, я приглашаю Валентина Кирзова. Там последние люди слышат меня? Все, я не буду увеличивать. Много лет назад, в беседе с одним прекрасным человеком, Сергеем Васильевичем Ависаловым, который проводил занятия со студентами, я его спросил. Как вы приветствуете аудиторию? Говорите, дорогие студенты, уважаемые к тому, люди, да? Или тогда Господь не был? Он говорит, я не помню, мне кажется, я говорю, в прошлый раз вы остановились. Так вот, я как раз хочу сказать, в прошлый раз мы остановились здесь с мамой, это было в сороковом году, до войны, и я тогда взглянул на этот шпиль и сказал, это уже Кремль, это уже Москва. Вот с того времени, в результате, я очень самый местный человек, буквально 70-100 метров отсюда. Так что я самый местный человек. Я родился раньше фитомолитом. Так, что, с чего я хочу начать? Как я здесь появился? После войны мы потеряли здесь квартиру. После войны мама работала, а я на родной фабрике. И так случилось, что у нас, мы жили, пока был дед, мы жили в кладовке, а потом у нас девочек, сестер моих, устроили недельный детский садик, а я жил на ободной фабрике, там, где сейчас кругом торговлями. И там один мужчина, никакого отношения к музыке не имеющий, совал лебедишек 12-14 лет и решил создать оркестр. Я на этих звуках появился, меня приняли в эту компанию. И где-то месяца через три уже играли несколько наршин и вальс. И вот первое моё выступление в уголовном оркестре, это я играл в мотаренках, и когда уже оркестр закончил, я ещё пару раз ударил, он настолько был наречен. Вот. И на этом, собственно говоря, так, музыка за боку. Как-то я не почувствовал никакого рвения и интереса. Правда, меня зажгло сильное желание заняться музыкой после парада 7-го ноября 46-го года, когда пишут маленькие фанфористы в военной форме и открывали параду. И тут у меня всё закончилось, и мне надо начать заниматься. Короче говоря, рыбодворец-перниров меня мой сосед в Одноклассе привёл, и там был очень хороший педагог, Исам Васильевич Гришевич. Вот это была отца моя семья, Гришевича, в городе Грибулок, и у них росли. Вот я к нему попал. Ну, а все мои два новые ребята, друзья, все ходили в народный оркестр, и мне советовали бросить головы, потому что это болезнь лёгких, и так всего. Ну, заходите, Владимир Гришевич. Заходите. Я потом продолжил, раз я есть срочное дело, нет, ну а вот. В общем, я попал в Духовое оркестр, и каждую паузу я поднимался на другой этаж, в области колена, и подглядывал, чем занимаются мои друзья, а они занимались народным оркестром. И однажды меня, зао я так активно подглянул, что однажды меня руководитель схватил за руку, тебе что здесь надо? Я говорю, да вот мои ребята взяли, а ты не хотел бы играть? Я говорю, хотел бы. И так я портал народный оркестр. Вот. После унисевого класса, так как я во время войны был под Пасхом, я считал, что я люблю животных, но вот пошел после унисевого класса никуда-нибудь, а все хозтехники. Представляете, я ангел, на первом же уроке анатомия, и мне стало так скучно и грустно, а потом тут приближались ноябрьские праздники, я уже играл неплохо на трубе, и мне руководитель Катлиревский сказал, Плавин, ты не туда попал. А куда мне? Он говорит, да, на тебе музыкальное училище, а где это, что это? Есть, говорит, на Степан Разин, в общем, короче говоря, я попал туда. Сначала по планету, меня вот, Забалатский, который меня пригласил в народный оркестр, я так совмещал и духовой, и народный. Вот, пришел я в училище на планету, но инструмент одевался. Ну, из трех планетов мы собрали один, причем я каждый раз вышел, с одной гормоной вышел. Играли, там эти такие подушечки, закрывающие отверстия их неба. Значит, я другом выучил, потом эти подушечки выкатуривал, приклеиваться ключом к другому инструменту, то есть, к другим инструментом. Сейчас, и вот, я учился, учился, сказал, буду я заниматься на кемле, и стал я опять трубочим. Но потом, такой интересный момент, как я стал заниматься тележиром. У нас паренек, Миша, снаружи, у него был дефект, как у непородистых слога, у него нижняя челюсть немножко не добавилась, и поэтому на трубе играл, как, знаете, как бычок обозвенный. Я говорю, Миша, ты же трубачок, ты не сможешь. А он говорит, а я на всякий случай занимаюсь режимом. Вот, и я говорю, почему бы им не на тюрьму так, потому что я еще и занятся на тюрьму. А когда хотел поделиться планировать, нас мальчишек, кто-то не был отца, у него матери, четверых ребят Заболонский, который руководил народным окестром, братья-корритет, братья-корритет, он нас туда привел. Вот, это был 52-й год. И мы в четвером, там четверо рекордативных профессор, в другой момент золотую медаль облачет, но он, если я, он недавно скончался, и я в столе гребаю. Я занимаюсь на тюрьме, играл там, когда был ларик. Летом, значит, играл в новом оркестре, и как-то, знаете, как все мальчишки, в этом, синтонический оркестр оставлял свои контрабасы, и между струн оставлял свечечек. И как-то, мы, мы, что-то, вытащили этот свечечек, и я попробовал на балалайке с ручком, но был какой-то скрип, и я никогда не думал, что у меня что-нибудь получится. И когда вот уже занимаюсь на тюрьме в училище, и однажды я, у своего приятного, он не очень любит заниматься, он 18 лет умел закончить училище, и я как-то забылся в класс и взял леночей, а они подслушали за веки и сказали, ну, не дай бог, он когда-нибудь возьмет этот инструмент. и получилось так, что это армия взяли в армию, а я, а я, после народного оркестра, я очень хотел, когда я получился, на южбе, я очень хотел попасть в фирменческий оркестер, там было три спутки, а нас было шесть трубачей, конечно, я самый необытный, и очень мне хотелось, я приходил, сидя на репетиции, жилал, поиграть, ну, там играли турецкие марши, монстрство, турецкие наши, арфинские развалили и что-то еще, а, экспромт, то есть, ну, да, экспромт, чудер, в общем, такая популярная музыка, и, конечно, я туда никак не мог, просто, трубачей-то много, а я самый начинающий, короче, я попросил вдруг контрабас, пригласили Алексеевич Патрушева, как бы мне, я, я, правда, не знаю, как логотип, но хотелось его туда попасть, он мне бери на склане контрабаса, я тебя предложу, это был единственный урок, он мне показал, как ставить, как держать свечу, как ставить пальцы левой руки, и все, мне хватило до сих пор, я еще до сих пор ему принял на контрабасе, вот, и когда я зайдем на контрабасе, он меня через месяц пригласил в драм-театр, вот, а в драм-театр приходил один контрабасист, у которого, он был фолтермист, у него выпали зонку, естественно, он не мог играть, а считал, что на контрабасе играть по толстой, по тонкой очень просто, он приходил, и каждый раз стоял за моей спиной, что если я не приду, он за это придет вместе, вот, а мне нельзя, он не приходил, потому что у меня были еще две системы, и что делать, а этот приятель, Гуревич, Михаил Иванович, он приятель близкий, патрушев, он говорит, патрушев, давайте сделаем, и звали веланчелистом, очень красиво, мне хорошо на контрабасе, нет, давайте сделаем, пригласил, это, веланчелист бегал из драмтеатра в пионер, там сыграет парк, умерла, эти танцы, он знает, хватает веланчелист, бежит в драмтеатр, так что и тут он не успевал, и тут не успевал, и вообще, маленький веланчелист, тогда ходил в двора, в две стороны ходит, автобус, короче говоря, Митя попросил, Митя принеси, Валя, веланчелист, Митя принес веланчелист, посадил меня на стул, дал мне веланчелист, сказал, я рисую, кто правый нога вперед играет, и ушел. И вот, кто помнит, мы тут рештели, мы играли какой-то спектакль по произведению по ровно накануне, что же, Тургенево, где надо было сцену в кабачке, и через два дня мы уже играли какую-то тарантеллу, что я там играл, ну, такой, партнер, скорее, не восточный, а, скорее, какой-то узбекский танец, если же был. Вот, все получилось. В общем, вот таким образом я пришел на веланчели. Вот, а потом, бил тут веланчелист, догадаешь, я решил заняться серьезным, и месяц мы занимались, ну, как занимались, я в веланчели, а он был в отпуск, я приходил, он покупал себе пиво, и играл на веланчели, а я сидел в сторонке, и наблюдал. Вот такие наши занятия. Но тут был такой серьезный человек, музыкант, Елена Владимировна Сангинсова, она увидела, что я, падая по прыгучек, получилось, что я, ну, нет, труба, дирижирование, контрабас, вдруг веланчелист, она так, ну, может, хоть остановиться, и пригласила, съездила на веланчелист, пригласила веланчелиста, который, который здесь, с 1902 года, он здесь отбывал с сыном. Жил в Ангарске, руководил в Ангарске эстрадным таким оркестром, кинотеатр, победа, и она уговорила его раз в день приезжать. Вот так мы с ним поприведили, встречались. но, скажем, он был большой, он мне дал сразу такой сложный концерт, и когда веланчелисты, которые еще не убежали из Иркутска, после расстреливания оркестра, на данном панетете, они говорят, ну, если будешь по 8 часов заниматься, то, что он говорит, получится. Ну, я по 8 часов никогда не заглянулся, но получилось так, что на меня очень быстро, быстро перевели на 3-4. и с этим педагогом мы занимались в свободе, и он отдал меня не кого-нибудь, а Дягереву. Дягерев, имя никого Дягерева, который, так как у него родственника за границей, в то время надо было это писать, то вот отдал мне Сергея Валентиновича родного брата Сергея Александровича. Но тот сказал, вы знаете, вы знаете, я начинал отдать, давайте расстанемся. Вот, мы с командированием подобрали программу и стали закачивать учебные. Вот, а когда я работал в Радо-комитете, у нас были певцы, вот, вот, наверно, Геодор Михайлович помнит, этих не работают несокромных, ну, вот, ты помнишь, Влад Владовожилова, Топорев, Ардеев, все певцы пели с народным оркестом. Вот мы сейчас покажем вам пару романсов, которые мы пели. Ну, не совсем уже эти романсы, но то, что я успел запомнить, то, что я сделал. так, может быть, певцы, певцы. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня присутствуем на удивительном вечере на встрече с удивительным человеком. Сергей Анатольевич Михайлович, мой запуститель по сервису композитора, председатель сервису композитора. Потому что, посмотрите на этого человека. Он первый, то есть, участковал первого симфонического исполнителя, первого концерта Ильгутского симфонического оркестра он дарилось ему играть. Это был 1959 год. Давайте вам будем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Семен очень скромный необычайных музыкальных возможностей Адерий Бюйтик Валент. Он и исполнит прекрасный композитор. Сколько лет было когда ты занимал должность в концертной сервисе? Ну, я в разное время же. Овцар. Ну, ну, во-первых, я в 19 лет взял белый чай, ребята, это надо это все, да. Но в 7 лет надо начинать, а в 19 лет это уже поздновато. Но дело в том, что я уже владел доброй гололайкой и гитарой, и когда я взял тамтробас, у меня и ушки были на месте, взял белый чай, то все стало получиться. Руки-то были уже на биле, уши тоже, так что неожиданно здесь никакой неожиданно. Ну вот, продолжая, просто здесь хочется отвлекать ваше время, сегодня у нас много интересного, таланты, если все его пересчитали, когда будет очень долго, я думаю, что мы их сегодня не умеем его услышать, поэтому давайте всего доброго поздравить всех, увидят. Всем доброго! Поздравляю! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Неожиданно Игорь Негода АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Ну вот, давайте праздновать, давайте слушать. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, я хочу сказать, что мы теперь уже супруги Валерии Натальи Пожалуйста, она фианистная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ о том, что он играл на радио и что были прямые передачи по радио. Вокалисты пели, пианисты, вокалисты и все это напрямую ушло в эфир. Мы сегодня решили начать наш концерт именно с вокальной музыки. Сейчас перед вами будет лейт исполнитель со старинным русским романцем Варонякова Нина Третьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы можете слышать ее под названием «Минуту жизни» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 И, конечно, он был недосягаемым, спочтился. Я ходил в сапогах, занимался сторонниками, маянистами. Ну, что, духами, духами. Мало бы заметно, безграмотно, чем я пришел в училище, я не знал ниже ноты си малой октавы и выше ля второй. Так что поздновато я пришел, а в декабре пришел в музыкальном училище. Но так как надо было отрабатывать, значит, я вел в ту школу и мы ставили эту лесию. То есть вот мы доволены, где сейчас это... В общем, там вот это сейчас усовершенствование учителей. В этой школе у меня, значит, были домисты, мандарины и гитары. В общем, он собрал такой ансамбль. И, в общем, с ним занимался с учениками. С учениками. И, конечно, я прибегал впритык на уроке в музыкальной тиранторе. И, конечно, уже не попадал. Когда Владимир Федорович заходил в класс, он тут же брал стул и ножкой закрепал, вообще, затыкал дверью. Уже не попадешь. Ну вот, а раз я опаздывал, значит, он, естественно, ко мне так и относился. Я посиделся. Думаю, надо менять в машину. И когда я работал в драмтеатре, то был как-то у нас боевной спектакль не в театре, а в Иванту. То, что сейчас вот убрали, это земледелие учебное. И мне надо было как-то отпроситься. Ну, отпрашиваться было невозможно. А он, конечно, спрашивался сначала тех, которые хорошо знали. У нас самый знающий тут, естественно, Дима Басков. Это тоже человек в энциклопедии. Я, Аиду, мне надо его запряжать. Он, наверное, на меня даже не смотрит. Короче, я ему надоело, мне беремили. Я вытел его билет, попалась у меня Аида. Смотрел, он подходит к равиаде. Ставим травиаду, что это знание. Как клавирует. Ставим травиаду, а я беру с той стороны, беру Аиду, я открываю облабление и начинаю петь. Я не думаю, ему играть. Он был вообще очень удивлен, что у нас такие знания. В общем, он поставил 5, обратил на меня внимание. Через месяц пригласил меня в радиокомитет. Но это уже был 57-й. В редакции. Значит, было там 4 женщины и 2 мужчины. Суфиненко и я. Вот так вот мы с ними обружились. Потом я, когда он взял, открыл в училище предмет такой, снижение талитерии, то я ему сильно помогал. В том смысле, что я был единственным подбасистом. Собственно, единственным для училища. Ну, и я мог сказать и от любви, и от жметь. И он долгое время меня заставлял начать преподавать. Я говорю, пока я не закончил в анатолии, я не смогу. Не то, что не смогу, просто не играл. Ну, вот, а из тех учеников, которые тут мы работаем, вот тут можно обнимать. Наталья, Наталья Натинга, вот, Нэтбай, вот они как раз проходили у меня. Вот. А когда я у него был в уроках, то он часто становился вот так вот и играл на память сенсацией. Так как у нас программа и так большая, мы не будем играть. Но когда я, когда у меня вызывал на комитет, тут же дал мне такое задание. Составить программу, исполняемую Цовиком. Я говорю, я не знаю, кто такой Цовик. Как ты не знаешь, ну как же это? Первый лауреат в сессерином конкурсе он был на чилиста. Я говорю, не знаю, оказывается, он про чему знал. Приехал я на чилист, но у него заболел пианист. Он говорит, как, ребята, все, Финянка, почти без репетиции, закомпанировал его. Так это прошло сколько лет, и вот все то, что он играл, он все помнил. Вот он тогда, Финянка, в зале вот этого репертура. И вообще мы с ним дружили. Вот в этом зале мы много лет выступали, давали ему 10 минут, он выходил, рассказывал о ком угодно, только не о том, что нужно говорить. Вот поэтому... Я подумала, что, что это, Дмитрий Николаевич, он тоже сам очень подвлекается, так как принесли, Финянка, видимо, он наследовал от него вот этот талант. Мы все помним, как, Дмитрий Федорович, когда он говорил, шесть просто от русских концертов паха, а расскажем, что он другое, потом, как он не выходил, а вот теперь шесть русских концертов. И вот мне хочу точно так же продолжить наш концерт и сказать, что сейчас мы с Финянкой Николаевичем исполним этюд Шопена, переложный для переложение. Но переложение это сделал Глазунов, Александр Костич, Глазунов, гениальный русский композитор. И почему он, меня там шампен расскажите, я даю форум? Глазунов, Глазунов, а потому, что когда Елена Владимировна пригласила мне преподавателя Храмова Николая Васильевича, оказывается, Храмов имел прекрасную библиотеку, но и Глазунов ему отправлял своих учеников, что каких-то нот не было библиотеки, он у него пользовался библиотеки. И, вероятно, вот эта связь Храмова с Глазуновым наверное сыграла какую-то политическую ровность. Потому что тогда спрашивали, нет ли у вас за границей родственников? Небольшая реплика. Николая Васильевича Храмова я знаю очень хорошо. А в Москве еще. Это был великолепный музыкант, но он однажды в оркестре рассказал о нем пристально. И был сослан сибири. И попал в Ангарск, который еще только начинал строиться. Он был в Тюбеке. Но там он организовал самодеятельность. В общем, судьба этого человека была очень различной. После пребывания в этой ссылке в Сибири он вернулся в Немеград, но уже совершенно разбитым таким надобленным человеком. Я его встречала в Немеграде в 60-е годы. В 69-м году. Вот это совершенно точно. Я запомнился встречу. Человек удивительный, удивительный, слушай музыку. Итак, Шоперн и Тюнис. Портепианное произведение перевозное для ланчили Александра «Портепианное «Портепианное Горелософ» «Портепианное» «Портепианное» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Размышления. КОНЕЦ 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 Когда я закончил училище, я поехал в консерваторию. В это время я гостил, гастролировал театр в Сибирске, и моя педагога из Одессы встретилась здесь с ученицем Изи Миршанского, и они поспорили ему, он сказал, что мальчишка через три года не может поступить в консерваторию, а я поехал и почему-то поступил, потому что были хорошие ребята. И на самой интересной осенью, когда я уже поступивши, приехал сюда Ростропович с Юрием Ивановичем Казаковым, с Байлистом. Они объездили весь Дальний Восток, туда ездили в Мир, и, в общем, на самославах, электролеты, он приехал сюда. Мы с ним встретились. И я ему сказал, что в прошлый раз мы приезжали, он приезжал в песенка, в этом году весной, после первой поездки в Америку он приехал, и, ну и здесь, естественно, он хотел всегда заходить в школу или в училище. Зашел в училище, попросил показать его училище. У нас был такой училище, который нельзя показать. Показали ему скрипача Леша Попов, который готовил себя в артисты кукольного театра в Черемхово. Потом взял скрипочку, и у него что-то получилось очень неплохо. Он в 16 лет стал заниматься на скрипке. Я в 19, а он в 16. Вот этого мальчика показали Ростроповичу. И вот, когда прошло три года, в 1958 году, вам просили в концерте, мы встретились, он играл с боярами, чем интересно высказывали, что когда он театр играл, играл на Горл Челлендзе, а боярами он как-то лево, то из зала раздавались звуки, крики. Слушай, мужик, перестань гудеть, дай послушать гармошку. Такая вот игра. И вот, когда я сказал, я говорю, вы в прошлый раз приезжали, я еще не дочитал, наверное, чем это. А теперь уже начали, я говорю, теперь я поступлю в концернаторию. Не может быть. Кому? Я говорю, Пекер, поедите, передайте, ему большой привет. Это у него же она никогда не работала, но она очень хорошо готовит керамину. Вот. И после этого мы с ним встречались. Тем временем. Ну, а вообще, здесь у нас раньше, после каждого конкурса, все лауреанты ездили, поставили, ничего не стоило, государство за них не платило. Поэтому то, что сейчас у нас у него профессор Дорецкий, я помню его совсем молодых, и Воскресенского, все-все-все молодые помнят, когда приехал в Новосибирск к Климову, то были все недовольны, почему он взял Пекеру и Климову. И говорили, какое сходство между Климовым и Климовым. Говорят, оба не умеют играть в Воскресенске. Вот это просто. Ну, прекрасно. Говорят, у нас есть трио «Нормания» и «Легия». Это тоже, опять же, фортепиано произведение, но уже аранжировку, это вот это произведение сделал Владимир Калыч, вот для скрипки «Велончели» и фортепиано. И мы эту «Легию» посвящаем памяти ушедшего Великого Бога Костислава 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 Костислава. Я думаю, что мы не искасили это произведение, наоборот, прибавили другого тембра, но мне кажется, что от этого оно непроигрывало. Послушайте. Это «Крахманина» за «Легия». «Крахманина» за «Легию» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 АПЛОДИСМЕНТЫ И училище культуры теперь более живоизменно. Вот мы с ним. Он там всё что проработал. Я думаю, что сколько он выпустил, они искали там эту культуру, куча меня. И хватало у него очень времени не раздражаться. И довольно тяжёлый народ учился. И тем не менее, в общем, я там работал, преподавал на студентовку для духового оркестра и для народного оркестра. Но почему я об этом вспомнил? Что однажды это заведение меня выручило. Таким образом, когда мы с камерным ансамблем первый раз поехали в Китай, значит, ну, это не касается этого училища, это я с камерным оркестром. Однажды Касабов говорит, «Ты знаешь, здесь любят подмосковные вечера». Я говорю, «Пойте себе на здоровье». Я говорю, «Головина» и «Самарин». И я говорю, «У вас есть клеем». «Нет, они хотят с оркестра». «Так ты напиши». Я говорю, «Ну, нашли нотки». Я говорю, «Дай мне минут сорок». «Дай мне минут сорок». Он говорит, «Я тебя освобождаю от настройки». Короче, я успел писать эти партии, и мы сыграли. Так, это вот такая вот спешка. Потом даже были мы в Канаде, жили мы с Юрием Садовичем Кузьминым и еще, когда Василисом Трубачевым. Ну, те люди, они любили магазины, а мы не очень любили магазины. Людей нас в магазин объявили. Мы отправили два велосипеда, нам сюда засорвали, как бы нам, «Ломбердом», где мы живем, и мы ездили по лангой. Однажды мы хотели куда-то отклониться, и на иркутском английском языке Юра спросил, «Как нам проехать?» Нам по-канадски, по-английски ответили, мы сказали «Спасибо» и поехали обратно, чтобы мы были. Вот. Ну, почему я вспомнил? Мы решили, наши хозяйки, у них стоял район, не в кустах, а в этаже, мы решили сделать ей пязи. Юра стал играть на скрипочке, я его лучиком пытался, что-то такое аккомпанировать. Потом мы поменялись местами, я взял на ночье, он даже подпирал еще, может, не так. Ну, то есть, мы, анатолич, мы говорим «Браво», потом встает, берет папку нот, ставит на ноту, а теперь поиграет триум. Вот. Вот так вот мы удивили. А в Германии, какой-то у нас был такой маленький концерт, вот такой же. Все были свои, и все подходили, кто сколько мог, все были в Германии, потом туда беседу. Подошел ко мне огромный немец, и говорит, что я был в плену под Сталинградом. Я говорю «Как прошла жизнь?» «Прекрасно, я проработал всю жизнь контрабасистом в этом театре». Я говорю «Сейчас, а сейчас, а сейчас, сейчас я занимаюсь, вспоминаю, как я играл по фортепианам до войны, и начал играть. А я, значит, стал ему подыгрывать правую группу. Почему я вспомнил культурство в училище? Потому что иногда эти дети, приезжие из клуба, люди иногда могли поправлять по городу и допускали занятия. Поэтому у меня было желание познакомиться». Я поняла, для чего Владимир Николаевич сейчас взял эту тему. Дело в том, что здесь на первом зоне в этом зале сидит Константин Алексеевич Ласюк. Да. Иногда вдруг, и как раз, ну, профессор, скажем, профессор, вот, у нас есть культурно-посвятический . Когда-то это училище называлось, он всю жизнь проработал в этом училище, он был оркестром, с хорами занимался, и сегодня мы его пригласили, и я очень рада его здесь видеть, как сын Алексеевич. «Наш давний друг, наш когда-то сосед, дедушка моей ученицы, и вот мы решили сегодня вам поспятить, Константин Алексеевич, одну пьесу очень яркую, испанскую. Этон Лёна стал гранадос, она называется «Инпермениспан». Ну, она не очень такая яркая, не очень испанкая, то есть, испанская степень, но тут написано с чувством, со вкусом, в общем, с душой. Ну, вы услышали сами. Каждый решит, какая она. Тут написано «Консентимент». Так что, мы попытались, может, это не очень приятно по-испански, но... взвод. Это все… surroundings… 這裡… это… хорошо, в determinantиспан даrest?! всех услуг в трех СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Ну, какие-то, ну, названия нет от текста. Лист остаётся листом. Итак, ферекс-лист, как Кюркин, Грюфер. Кюркин, Грюфер. Кюркин. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА